Детям забава, а взрослым добрая сатира над современностью. В Архангельске презентовали сказку на новый лад Садко. Юлия Майданова продолжит. Все желающие дети приглашаются в кругосветное путешествие за счастьем. Корабль отправляется из Архангельского драматического театра. Капитан команды Садко. В Архангельском драматическом состоялась премьера новогодней сказки. Действие происходит в Поморье. Молодой красавец Садко влюбился в Любушку, но она согласна выйти за него замуж, только если он привезет всему народу счастье. Ведь люди перестали радоваться, а только рыдают целыми днями. Садко готов принести к ногам Любушки целый мир. Он строит корабль и пускается в кругосветное путешествие. Где только не побывал наш Помор. На Буянию Гогов и Магогов, на прекрасном острове обманщиков Серентиба. Кстати, родители наверняка узнают в этой сцене популярные заграничные курорты. В поисках счастья команда Садко побывала на небесах и под водой. Для детей интересно будет наблюдать за фантастическими путешествиями главного героя, а вот взрослые проведут параллели с реальной жизнью. Например, правит в вымышленном городе вредный закомплексованный царек. По сути, сам еще дитем. Каждый ребенок мечтает попасть в сказку. Взрослые, на самом деле, хотят этого не меньше. А еще интереснее оказаться в закулисье сказки. Нам это удалось, и мы много чего интересного узнали. Например, исполнитель роли Садко, конечно, красавец, но борода у него не настоящая. А вы сами похожи на Садко? В чем-то да. Я тоже ищу счастье. Надеюсь, в новом году обязательно его найду. Ваша роль в детстве нравилась? Вам нравился этот персонаж? Я в детстве почти не видела, наверное, только пару раз фильм Садко. И как-то я, например, Любу даже там не помню. Я помню образ высокого, красивого, бородатого мужчины. Но как-то не зафиксировалось в моем понимании сказки. Ну, это, наверное, мечта каждой девушки, чтобы ее нашел высокий, красивый мужчина. Ну, это, конечно. А вредного героя Синбада и морского ежика играет один и тот же актер. Какова ваша задача? Чему вы должны научить ребят по среднему? Ну, как? Ну, к чему? Потому что обманывать нехорошо. Нехорошо наживаться на других. Нехорошо оплатить неблагодарностью за какие-то добрые дела. Каждому зрителю запомнились разные эпизоды, но главную мысль сказки ребята поняли. Когда главный герой упал в море, и там были русалки. И одна русалка, она не хотела за него замуж, а захотела за осьминога замуж. И они поженились. А что ты поняла из этой сказки? Что добро побеждает зло. Мы даже с подругой чуть не расплакались, когда там пришла мама, вот у этого проказника, который хотел погубить Садко. Мне понравилось больше всего тогда, когда открылся люк в подводном царстве и прыгнул Садко в эту воду. Я узнала, что если ты отправляешься куда-то, то не надо там оставаться, что там красиво. А надо ехать домой и надо думать о своей семье. Ребята становятся активными участниками сказки. Кстати, для юных зрителей в театре работает волшебный телефон, по которому можно позвонить любому сказочному персонажу. Мне кукла еще и бессмертного. Это сказочное королевство, там живут все герои. Вот мальчик Савелий сейчас звонит Человеку-пауку. А только что мы разговаривали с Иваном Дураком. Корабль в сказку будет отправляться каждый день до 8 января. Юлия Майданова, Алексей Малаковский, Новости 24, Архангельск.